Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артём Тарасов. Смотрите выпуски. Инновационный хирургический центр, 2500 школьных мест, чистый кемерник. На встрече с губернатором ростовчанам рассказали, чего ждать от нацпроектов. Шторка на каждой расширенной полке и масса других удобств. Первый улучшенный плацкартный вагон начал работу в Ростове. Расплатился – лети. Судебные приставы искали должников в Платове. Ремонтировать дорогу или строить детскую площадку – предлагаем сами. В парламенте готовится закон об инициативном бюджетировании. Театральные постановки смотрим дома. Детский онлайн-фестиваль стартовал спектаклем кукольного театра. Амадей – лучший спектакль. Лучшая женская роль в шахтинском театре. Мельпомена назвала победителей своего фестиваля. Полпредпрезидента России в ЮФО недоволен затягиванием расследования дела о взрыве газа в шахтах. Сегодня на совещании по энергетической безопасности регионов Владимир Устинов отчитал Следственный комитет за Валакиту. Ну и сколько же можем уже вести? Срок расследования по ОПК – два месяца. У нас уже прошло три. Вот скажите, когда все узнают результаты этого расследования? Ждем окончания экспертизы. После этого будет наступить. Ну у вас один ответ – экспертиза. Ну я понимаю, ну так же нельзя, там же люди, потому что погибли. Напомню, в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме на улице Хабарова погибли пять человек. Семеро пострадали. Почему у нас вот пресса сюда приходит, а к вам не приходит? Я не видел ни одного репортажа из следственного управления, следственного подразделения. Вы что, засекретились так, что уже и дальше некуда, что ли? Ведь вы же не просто так работаете. Вы работаете для людей, для государства. И об этом должны знать все. Что вы делаете, как вы делаете, в чем у вас причина, почему Валакита идет. Хирургический центр инновационных технологий построят в Ростове по нацпроекту здравоохранения. Областную детскую клиническую больницу капитально отремонтируют, новую детскую введут, онкодиспансер получит новое оборудование. Конкретные результаты национальных проектов озвучили на встрече губернатора с общественностью Железнодорожного, Пролетарского, Октябрьского и Советского районов Ростова. Так, нацпроект образования даст 2500 школьных мест в Левенцовском, Красном Оксае и Октябрьском районе. Строится большая школа в Суворовском. К 2021 году город получит 400 ясельных мест. По нацпроекту «Демография» будут открыты кабинеты врача-гириатра и 60 гириатрических коек. А по нацпроекту «Экология» будет в частности расчищена река Тимирник от истока до низового водохранилища. Василий Голубев подчеркнул, ростовчане станут непосредственными участниками воплощения этих масштабных проектов. А механизм реализации и контроля должен быть обеспечен на каждом уровне власти. Появляется личное пространство, полки расширяются, плацкарт движется к удобству. Первый модернизированный вагон отправился с главного вокзала Ростова в Москву и будет курсировать между Москвой и Анапой. Причем улучшен он по пожеланиям пассажиров. Прибытие поезда сегодня снимают как первый люмьеровский фильм. На перроне все региональные и федеральные СМИ. А все дело в одном седьмом вагоне. Первое, что бросается в глаза – перегородки со встроенными лестницами по бокам и шторки, формирующие личное пространство. Говорят, из негорючего материала. Хорошо стираются и пропускают воздух. Появились индивидуальные розетки для каждого пассажира и столики для верхних полок. Изменились занавески. Их стало больше. Одна занавеска солнцезащитная просто и вторая абсолютно непрозрачная. Прежде чем отправиться в первый рейс, Ксения Луговая изучила вагон. Вроде ничего принципиально нового, но проводник должен знать каждую мелочь. Сотрудников отбирали тщательно. Ксения перешла из вагона «Флюкс». Сложностей никаких не было. Наоборот, техника новая, сенсорное управление, движемся в ногу с технологиями. Все стало намного удобнее и комфортнее. Также для проводника, а не только для пассажиров. Фильтр для очистки воды с подогревом и охлаждением. Сенсорная панель. Туалетная комната. Теперь с гигиеническим душем, встроенным феном для рук и даже пеленальным столиком. Свои пожелания к комфорту пассажиры долгое время высказывали на московском Казанском вокзале. И этот вагон стал экспериментальным образцом будущей серии. Мы в этом году планируем до конца года получить 50 вагонов. Четыре вагона уже находятся в работе. Часть замечаний пассажиров, которые на макете были высказаны, они уже в вагоне реализованы. А с учетом четырех вагонов, эксплуатирующихся на разном направлении, мы продолжим дорабатывать этот вагон. Кстати, повышенный комфорт пассажиры получат за те же деньги, что и в обычном плацкарте. А вот попасть сюда по желанию пока нельзя. Мы думаем над тем, чтобы сделать отдельную отметку, и пассажир мог заранее видеть, что он покупает именно вот в этот новый модернизированный вагон. В настоящий момент это не реализовано, но однозначно совершенно такую отметку мы делать будем. Поэтому будет сюрприз для наших пассажиров. И для первых пассажиров новый вагон действительно стал большим сюрпризом. Мягенько, все хорошо, вот так. Свет вот индивидуальный, пожалуйста, читай. Туда-сюда 10 часов, блым и нет. А здесь будешь читать, будешь отдыхать. Первые 50 новых плацкартных вагонов пойдут в поездах дальнего следования в основном на южном направлении. Прежде всего это Ростов и Черноморское побережье. Марина Черных, Анатолий Ирошевский, Дон-24, Ростов-на-Дону. Оплатить долги прямо у стойки регистрации предложили судебные приставы авиапассажирам. Цель рейда в Платове не только перекрыть вылет злостным должникам, но и помочь законопослушным, но занятым и забывчивым людям. Добровольно провериться решились две сотни пассажиров, из которых трое тут же погасили долги по налогам и пятеро по кредитам. На сайте службы судебных приставов в разделе «Банк данных исполнительных производств» каждый может узнать информацию о своих неоплаченных штрафах, долгах по алиментам, коммунальным услугам и налогам. Особенно важно сделать это перед поездкой за границу. Управлением Федеральной службы судебных приставов подписано совместное соглашение с Минтрансом и ГИБДД по Ростовской области. И проходят рейды не только на территории аэропорта Платов или железнодорожного вокзала, но также на всех федеральных и городских дорогах. В результате сотрудничества с ГАИ за январь-февраль взыскано 770 тысяч рублей. Напомню, выехать из страны не даст долг от 30 тысяч рублей. На 10% могут снизиться тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов в Ростовской области. Об этом сообщили сегодня на заседании Комитета парламента по строительству. Уже ведутся консультации с антимонопольной службой. Но пока российское правительство не пересмотрит нормативы, ставка останется прежней. По словам представителей МинДЖКХ, почему так высока стоимость вывоза мусора – самый задаваемый людьми вопрос. Тем более, что качество услуги оставляет желать лучшего. Контейнеров и площадок для раздельного сбора не хватает. Министр отметил, сейчас формируется новая территориальная схема обращения с отходами. Схема была сформирована в 2015 году. За это время она претерпела значительных изменений. Порядок по внесению изменений утвержден на федеральном уровне только в сентябре 2018 года. В соответствии с указанным порядком, ориентировочный срок с учетом всех процедурных вопросов – не менее полугода. Также комитет рассмотрел проблемы перевозок в такси. Нарушаются заложенные в областной закон правила перевозки детей. Машины не оборудованы детскими креслами. К тому же водители не проходят вовремя техобслуживание и не соблюдают ПДД. Областной закон не выполняется в этой части, не выполняется в части даже цвета автомобилей. Они должны быть белые, желтые, желто-белые. А они сейчас разные. Вот мы именно контролируем выполнение закона областного. Говорили депутаты и о методах борьбы с нелегальными перевозчиками. Какие объекты построить или отремонтировать на деньги бюджета, будут решать сами граждане. Закон об инициативном бюджетировании готовят в нашем регионе и проект его рассмотрели на открытой трибуне в парламенте. Суть нового закона в том, что люди предлагают идеи улучшения своей жизни. Предложения выносятся на голосование и лидеры голосования получают средства на воплощение. Если мы говорим, например, о сельском поселении небольшом, на сходе граждан решить, что же для них является главным, приоритетным из вопросов местного значения. Это могут быть как ремонт дороги, ремонт дома культуры, устройства, например, спортивной или детской площадки. Принять такой закон предложил губернатор, чтобы привлечь жителей области к госуправлению. В инициативном бюджетировании применят принцип софинансирования. То есть люди тоже должны вложить свои деньги в воплощение идей. Но основную часть внесет бюджет. Мы пропишем в законопроекте и депутатам предложим условия, при которых, вот вы вопрос задали, при которых размер софинансирования будет учитываться в размере заложенных средств в бюджете. Депутаты подчеркивают, закон об инициативном бюджетировании должен помочь реализации небольших проектов по запросам людей. Это общемировая практика. В России начала вводиться в 2017-м. В Московской, Пермской и Кемеровской областях. У нас законопроект планируют принять в этом году. Золотая семечка оправдала свое безупречное название уже в третий раз. Агропромышленная группа «Юг-Руси» была одним из первопроходцев системы добровольной сертификации качества «Сделано на Дону» и продолжает подтверждать высший уровень своего подсолнечного масла. Один из брендов агропромышленной группы «Юг-Руси» «Золотая семечка» был выведен на рынок в 2000-м году. И уже через 9 лет это подсолнечное масло признано самым популярным в стране. Неудивительно, что продукт в третий раз подтвердил право на знак качества «Сделано на Дону». От лица правительства Ростовской области, департамента потребительского рынка, поставим вам этот сертификат, который подтверждает качество производимой продукции уже с 2015 года. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас в проекте по визуализации продукции «Сделано на Дону» участвуют более 2000 организаций торговли. На территории Ростовской области эта работа будет продолжена в этом году вместе с администрациями муниципальных образований. Ростовский завод – предприятие полного цикла. Здесь производят не только само масло, но и всю тару для его розлива. Масло производится в очень больших объемах. То есть в зависимости от месяца, это может быть и более 30 миллионов бутылок всего на этой производственной площадке. Масло ежемесячно производится и поставляется в Россию далеко за ее пределы на экспорт. То есть это очень крупные объемы. 10 маслозаводов в нашей стране и Казахстане производят больше 30% российского бутилизированного растительного масла. Юг Руси – крупнейший в России производитель этого продукта. Сергей Мирошниченко, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Донские пенсионеры в следующем году должны стать счастливее. В регионе стартует пилотный проект благотворительного фонда «Старость в радость», включенный в федеральный нацпроект «Демография». Основная цель – внедрить систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Для решения задачи объединят усилия все ведомства, работающие с пенсионерами и людьми с ограничениями здоровья. Если раньше к нуждающемуся, проживающему на дому приходил соцработник, то сейчас этого соцработника дополнительно обучен, как работать с каждым конкретным проживающим, какие услуги ему нужны и как эти услуги осуществлять. Самое главное – люди, которые не выходят из дома, будут под постоянным присмотром медработника. Для каждого разработают индивидуальную программу реабилитации. По этому поводу областные Минтруд и Минздрав уже подписали первые соглашения. Еще несколько на очереди. Разволит нам очень вовремя принимать решения дополнительного обследования медицинского, дополнительных скринингов, дополнительных процедур его лечения, либо санаторного наблюдения. То есть всего того комплекса, которым располагает здравоохранение. Все это должно повысить качество жизни в разы. Ростовская область подключится к пилотному проекту в 2020-м. Но уже в этом году новую методику отработают в Таганроге, Донецке и Неклиновском районе. За несколько лет на новую систему соцобслуживания пожилых и инвалидов должна перейти вся страна. Навершие знамени шахтинского казачьего кадетского корпуса торжественно осветили в Новочеркасском Вознесенском соборе. Церемонию провели в честь 210-летия со дня рождения атамана Якова Бакланова, имя которого носит корпус. После литургии кадеты возложили цветы к памятнику генерала. Бакланов был героем Кавказской войны. Имел клички неистовый Баклю, Донской Суворов. У нас даже созданы исторические клубы по изучению истории донских казачьих полков, в том числе и истории Айкопа Петровича Бакланова. К юбилею шефа кадеты поставили спектакль «Сказ о генерале Бакланове» и сделали о нем фильм. Гибрид самолета и вертолета поможет в видеосъемке и патрулировании. За исследовательскую работу об автожире ростовский первокурсник приглашен в финал Олимпиады по истории авиации и воздухоплавания. С Дмитрием Егоровым мы познакомились на дне открытых дверей его вуза. Зато дошел до решающей стадии Международной Олимпиады по истории авиации и воздухоплавания. Дмитрий Егоров стал одним из десяти финалистов, которые представят свои работы в Москве. Наш юный исследователь расскажет о преимуществах автожира – сверхлегкого гибрида вертолета и самолета. Автожир в обычной жизни можно использовать в качестве патрулирования, фото-видеосъемок. Ему требуется короткая площадка для взлётной посадки. Можно использовать там, где невозможно построить большой аэродром. Финальный тур Олимпиады пройдёт как молодёжный симпозиум, где участники выступят с докладами перед экспертами. В жюри академики, конструкторы, заслуженные лётчики-испытатели. Молодые люди практически с самого начала обучения достаточно много информации могли получить по истории гражданской авиации. И мы рады, что эта информация не прошла для них бесследно, что полученные знания студенты смогли применить, в том числе и в рамках Олимпиады. Филиал МГТУ – единственный в Ростове авиатранспортный вуз, где готовят инженеров и технических специалистов для гражданской авиации. «Всегда приятно, когда представители, студенты нашей области занимают какие-то призовые места и выход в финал. Безусловно, для нас события, которые подчёркивают уровень образования, во-первых, в наших вузах, подчёркивают заинтересованность нашей молодёжи в выборе профессии». Главная цель Олимпиады по истории авиации и воздухоплавания имени Можайского – сделать авиастроение популярнее и помочь заинтересованным подросткам влиться в профессиональное сообщество. Анастасия Кованцева, Александр Чалый, Дон-24, Ростов-на-Дону. Спектакли на сценах донских театров сможет увидеть вся страна. Сказка идёт в Дом с первым детским онлайн-фестивалем. На подмостки интернета выходят постановки ростовских молодёжного и музыкального, шахтинского и новошахтинского театров. А театр «Кукол» открыл проект «Звёздным мальчикам». Все малыши верят в волшебство и любят сказки. А в «Кукольном театре» они могут увидеть, как волшебство в действии и пообщаться с Незнайкой, Красной Шапочкой, Мухой-Цокотухой и Колобком. Уже 20 лет мне был в «Кукольном театре». Первый раз за 20 лет решил сюда вернуться после школы и привезти своего сыночка. Мне мама читает всякие разные. И ещё мне больше нравится, когда мама читает сказку – это про Колобка. «Сказка в дом» – фестиваль для всей семьи. Во всех театрах есть постановки, которые обозначают ноль плюс. Отобрали несколько, и всемирная паутина позволит показать их неограниченному количеству зрителей. Нам любезно предоставила время для трансляции федеральный канал «Культура». Но таким образом дети не только области, а всей Российской Федерации смогут посмотреть наш фестиваль здесь и сейчас. У нас в городе будет 26 марта, и весь город ждёт этого события. Конечно, мы надеемся, что интернет не подведёт, и трансляция состоится, и весь театр ждёт этого события с нетерпением. В Новошахтинском театре покажут «Город без любви», музыкальный готовит зайку почтальона, а в шахтах – прогуся Ерофея. Министр культуры приняла участие в открытии фестиваля, тоже воспользовавшись техническими новшествами. Этот праздник и фестиваль – не просто яркое событие для детей. Это большое культурное событие в жизни в ростовской области. Фестиваль, мы вместе с Машенькой говорим, фестиваль открыт. Театр «Кукол» открыл фестиваль спектаклем «Звёздный мальчик», а для закрытия выбрали постановку «Жеребёнок» по Шолохову. Следите за афишами. Галина Белоусова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. В 14 веке в городе Золотой Орды Азаки стояла православная церковь. В этом археологов убеждает редкая находка – часть средневековой центральной церковной люстры. А ещё она – деталь будущей выставки, экспонаты которой сейчас реставрируют. Эта часть – это, собственно говоря, верхушка, за которую светильник подвешивался. Отсюда отходили три, соответственно, цепи, на которых закреплялся обруч. Последний раз такую деталь церковной люстры находили в Азове почти 20 лет назад. Находка, конечно, ценная, но очень мелкая. Поэтому представить, как выглядели средневековые люстры, можно только по фотографии. Одно ясно точно – стоило такое освещение целое состояние. «Сколько коров или лошадей или овец она стоила. Но ясно, что это не то, что можно купить на дневной заработок ремесленника». Ещё один атрибут богатства – ключ от шкатулки. Обычно находят железные ключи, а этот – бронзовый, что само по себе уникально. В 14 веке на ключ закрывались не все шкатулки. Но тут, видимо, беречь было что. «В силу такой вот её миниатюрности и изящности, ну, ясно, что в шкатулке лежали деньги. Шкатулки, так сказать, мы не нашли. Денег мы, в общем, тоже там не нашли, которые были в шкатулке. Но нашли замок, вернее, ключик, который эта шкатулка открывалась». Игра в «Острогал» или, как привычнее нам, игра в «Кости» – популярное в древности развлечение. И довольно простое. Но и оно, похоже, разделяло людей на бедных и богатых. Первые бросали кости барана, вторые играли бронзой. «Можно представить себе, что средневековый мальчишка Азака из, так сказать, богатой семьи получил себе вот такую вещь, подарок. Ну, а может быть, и взрослый мужчина, который в детстве не наигрался, вот решил себя, так сказать, побаловать такой экзотической вещью». Всю эту экзотику с 14 века нашли на Петровском бульваре. Теперь находки реставрируют, чтобы совсем скоро представить на выставке «Забытый город забытой страны». Часть церковной люстры нашли именно на этом месте. Предположительно, здесь располагалась церковь 14 века. Это была главная церковь православного города. Скорее всего, ее размеры были больше обычной. Но использование люстры вместо свечей говорит о богатстве прихода. Вера Данилиди, Андрей Токарев, Дон-24, Азов. Амадей и Шерлок Холмс, Зойкина квартира и страсти в стиле НЭП. Творческий прорыв, лучший спектакль, лучшая женская роль и лучшая мужская. Музы и члены жюри сделали свой выбор и назвали победителей театрального фестиваля Мельпомина. Чтобы найти лучшие спектакли, актеров и режиссеров призвали лучших сыщиков. Церемонию награждения победителей Мельпомены устроили по мотивам мировой премьеры сезона в музыкальном. Шерлок Холмс и пляшущие человечки. Лучший спектакль нашли в Ростовском молодежном. Это Амадей. Работы актрисы этого театра Светланы Садиковой признали лучшей женской ролью второго плана. При рождении этой работы Амадей, она была такая выстраданная, она была такая рожденная вопреки, с такой кровью, потом и болью, что она еще тем дороже нам. И спасибо, ребята, за то, что вы создали замечательную работу под названием Амадей. Вы лучшие. Спектакль «Страсти в стиле НЭП» Шахтинского театра завоевал две награды в номинациях. Творческий прорыв и лучшая женская роль. Здесь аплодисменты Валентине Родницкой. Была возможность пройтись по лезвию ножа, потому что комедия – это всегда сложно. Важно не свалиться в комедианство, а удержаться на каком-то таком уровне, когда это достойно, приятно и вызывает улыбку. Сергею Герту из Таганрогского театра имени Чехова диплом за лучшую мужскую роль передадут. Сам быть не смог на днях премьеры Акуниской чайки. Совсем молодой Волгодонский театр впервые участвовал в фестивале со спектаклем «Дураки» и весьма успешно. Номинация «Лучшая мужская роль второго плана» награждается Дмитрий Щевелев. Все оптимистично настроены, работа кипит. Здорово, что мы открылись. Мы очень рады, потому что главное – глаза зрителя. Зритель готов, зритель ждет, зритель просит спектаклей. Поэтому мы работаем. Цель одна – сделать этот фестиваль доступным. Сделать так, чтобы театры были соучастниками этого процесса. И сегодня коллективы сами решают, какой спектакль будет предложен экспертному совету, членам жюри. Ростовский музыкальный театр отметили в номинациях. «Лучшая работа художника по костюмам» за честь и достоинство, за популяризацию театрального искусства. Два приза у Зокиной квартиры Новошахтинского драмтеатра за лучшую работу режиссера и художника по свету. Сезон был очень насыщенный. Более 70 новых постановок представили наши театры. В общей сложности более 2600 спектаклей показали на всех сценах своих театров. Наши 9 областных и муниципальных театров Ростовской области. А что еще будет? Впереди целый год театра. Галина Белоусова, Андрей Токаев, Дон-24, Ростов-на-Дону. На сегодня это вся информация и еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии был Артем Тарасов. До встречи.